И всем привет, ребят! С вами Мистер Майнкейс и я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и тесту того устройства, которое вам очень известно, которое мне очень нравится, но в связи с тем, что в последнее время с ним происходят всякого рода интересные изменения. Я записывал видос, когда Страйкеру в целом и Урану сделали нереальнейший, бешенейший просто крит, который мог уносить там и Джиггернаута и любого вообще противника. Очень жесткие тычки по пятерочке, сводка и все прочее наносило колоссально большое количество урона. Но эти изменения потиху перешли в другое русло. Урану добавили третий выстрел, но при этом крит с этого устройства убрали и сам крит вообще на Страйкере немножко ослабили, потому что он был чересчур жесткий. И сегодня вместе с вами мы затестируем данную пушку, данное устройство, ну и посмотрим, насколько оно актуально в наше время. Есть ли эти изменения, чувствуются ли они сильные, либо же с этим устройством можно также комфортно и планомерно нагибать в матчмейкинговых боях. Плюс ко всему прочему, все эти изменения практически были сделаны, ну можно сказать, скрыто, да, то есть это скрытая перебалансировочка. И, ну я не знаю, честно говоря, зачем такой ерундой заниматься и об этом ничего вообще практически не писать. Но, по сути, главная задача на сегодня посмотреть, как себя показывает уранчик, нагибает ли он. Если нагибает, то попробовать показать все это дело. Что касаемо режимов, то сегодня я думаю, что это будет контроль точек плюс, наверное, таки осада. То есть два полноценных режима, которые связаны с точками. Ну и у нас сегодня хорнета страйкет. Как я уже сказал, с ураном, на корпус у меня устройство иммунитета темми, ну и по дрону бустер. Первая катка рада алерт, стараемся, пробуем занимать первое место. Ну, рез, понятное дело, что у меня 25-ка дефолтная. Стараемся брать первое место, стараемся выигрывать. Ну и пытаться демоджить как можно больше урона по противнику. Есть также, ну я не знаю, баги или ошибки, как это правильно назвать с этой пушкой. То, что в упоре очень часто урон не наносится на страйкере в целом, да, то есть вне зависимости от устройства. И если вы с этим сталкивались, то вы можете написать по этому поводу в комментариях. Мне эта темочка очень сильно не нравится, потому что я, бывает, очень люблю поиграть в упоре с этой пушкой, а с такими проблемами я не могу этого себе позволить. Ну и за счет харька тоже попытаемся понаносить больше урона. С ураном, конечно, особо, ну никакого-то дополнительного плюса не получаешь, за исключением того, что можно пробить танк и потом носить дополнительный урон, но... Попробуем, попробуем как-то все это дело реализовать. Пока что неплохо получается, первое место имеется, 7 киллов. Ну и... Краточку пока что выигрываем. Бустер тоже наносит довольно хороший демодж. Новый вот этот вот эффект, конечно, не совсем приятный, который мне... Ну даже не то, что не совсем, мне он вообще не нравится. Ну ладно, не будем на него особо сильно обращать внимание, что касаемо самой пушки и устройства в целом, то если вы следите давно, то вы знаете, что я это устройство уже давным-давным люблю. Давно. И... В принципе, я считаю, что оно... Даже при том моменте, когда было два выстрела с лодки, оно все равно было актуально, и все равно устройство реально является очень-очень крутым. Ладно, пока выигрываем, пытаемся наносить демодж. Неплохо получается. Можно было, вообще, конечно, наверное, харька тяжелого взять. Мне тут это эмми особо сильно не надо. Ну ладно. Пробуем. Пока неплохо все получается. Двенашка киллов за полбоя. Для 6 на 6, я думаю, что это неплохой результат. Стараемся делать больше. Очень хороший. Сейчас выстрел залетел. Ну и... Центр сейчас можно тоже откидать. Хорошо. 16 киллов. Да, я, кстати, изначально что-то как-то не продумал, да? То, что у меня от харька-то особо смысла-то нету с ураном. В том смысле, что критический-то урон у урана теперь нет. Если бы был вот этот крит по 5000. Жесткий, да? Ну, либо сейчас бы вот, например, по 2500 бы вылетал вместо 1300. Это было бы найс. Так, крита нету. Соответственно, только плюс харька может быть за счет пробития оппонента, да? Ну, такое. С викингом тоже, кстати, это устройство использовать нету смысла вообще, да? То есть, ну, выстрелы летят очень медленно и по итогу не получаются хорошие комбины, да? То есть, ты не можешь грамотно реализовать это устройство с овердрайвом, то есть... По сути, два корпуса уже, ну, не совсем актуальны. Не совсем актуальны. Так, бой мы досрочно, к слову, завершаем. 3000 получаем. 19 киллов. Очень неплохо, очень неплохо. Я, честно говоря, ну, не вижу вообще никаких изменений с этим устройством. Да, да, окей, хорошо. Крит занерфен, но при этом даже нерфи все равно актуальность урана имеется. И вот сейчас главное, главное, что нам достануть надо в осаде, это сводку. Сводку, конечно же. Я исключительно вот эти моменты хотел бы потестить побольше. Желательно, чтобы сейчас были купола титаны против. И был бы смысл вот так вот по красоте посводиться. Ну, я даже с первого выстрела его уничтожил. Отдал такую хорошую сводочку. А, и к слову, крит вылетел. Крит. Но это 3000 крит. Да, то есть это не какой-то сверх повышенный крит. Если я так правильно понял, или это не был крит. А, нет, если было бы крит, то было бы красный за цвет. Нет, сори. Ошибся, отмена, отмена. Критов нет. Все как работало, так и работает. Идти могут быть критые, это же уран. Так, ладно, у нас 6 минут до конца. Если мы этот бой выигрываем, то я думаю, что больше боев играть полноценно не будем. Ну, если, конечно, тут какая-нибудь быстрая досрочка не будет, тогда сыграем, я думаю, что еще одну катку. Титанов, к слову, к сожалению, против пока что нет. То есть пока что до сих пор нет особо смысла сводиться. Я думаю, что также в ближайшее время постараюсь затестить другие устройства на страйке, потому что сейчас есть разные изменения, да. То есть если уран больше занерфили после того, как я выпустил тот видос с уничтожением Джиггернаута, то другие устройства себя могут показывать получше, чем уран. И если вам это нравится, если это актуально, то я в ближайшее время тоже постараюсь это дело запечатлить, заснять, потестить и рассмотреть. Так, ну пока неплохо. Пока все неплохо. За исключением того, что мы можем сейчас потерять точку, полететь 0-1. 0-1 для осады это уже, ну не есть хорошо, определенно на маленькой карте. Но благо пока точку мы сэвим. Первый выстрел я промахиваюсь. Да, есть такие у меня моментики, когда они залетают прям красиво. Но будем стараться сейчас исправлять всю эту ситуацию. И было бы неплохо сейчас захватывать точку. К слову, хороший выстрел получается. Цена центр 2 кила, ну и добавка сверху 12. За 2 минуты 12 киллов. Для страйкера очень хороший показатель. И все равно, да, друзья, больше всего моментов я склонен к этому устройству. Да, безусловно, есть устройства, которые хорошо себя на страйкере показывают. Но все равно, все равно я склоняюсь к тому, что это устройство лучше, чем другие. Но не везде, не везде, определенно. Но может даже и у меня просто получается лучше с этим устройством. Я с другими устройствами особо играть не умею. С этим у меня как-то получается. Поэтому не знаю. Может быть профессионал бы сейчас какой-нибудь на дистанционном подрыве мне бы сказал бы, что... Что это твой уран? Уран шляпа, это прошлый век. Вот дистанционный подрыв, это имба лютая. Но я, к сожалению, не умею так жестко владеть этим устройством. Так, мы начинаем лететь 0-1. Это очень плохо. 0-1 для такого боя это, ну, практически уже конечное. Да, я не знаю, как мы сейчас будем камбэкать. Точка с левой стороны появляется. Надо как-то пытаться забирать, я не знаю. Как-то забирать и пытаться делать, ну, хотя бы 30 киллов. Хотя бы 30 киллов в этом бою. Но это, к слову, возможность есть. Да, можно вот сейчас постараться накидочку оформлять. 12 киллов сегодня за 3 минуты надо сделать. И это 30-ка будет. Для карт 6 на 6 30 киллов на любом вооружении. Это очень хороший показатель. То есть, ну, вы сами понимаете. Если уж карта, когда там 10 на 10, то 30-ка это не выглядит чем-то таким сверх жестким. А вот 6 на 6 это очень хороший результат. Но пока хотелось бы еще бы точки захватывать. По точкам пока что беда. По точкам беда. И с такой бедой мы сейчас полетим 0-2 и это уже не камбэчится. 0-2 не камбэчится. Бесшансовая, я бы сказал, 0-2. Если она будет. А она скорее всего будет. А 0-2 и... И все. Габелла. Габеллочка сразу. Приезжаем на габельную. И заканчиваем. Ну, у меня команда, конечно, такая. Матчмейкинг это просто. Я иногда очень сильно поражаюсь. С того, как здесь с балансом имеются проблемы. Ну, я ничего не могу с этим поделать. Ну, что? Что? Ну, вот так вот. Вот так вот мы играем в матчмейкинге. Ну, вот так вот, да. Да, и как бы я бы не хотел выиграть. Моя победа будет зависеть от моих тиммейтов. Если у меня тиммейты не хотят выигрывать. Будет стоять АФК. И выиграть у меня практически шансов не будет. В таком бою. Ну, ладно, пробуем. Стараемся. Может что-то получится. Может что-то получится. Меня сливают. Точка вылетает. Все ясно. 23 киломинута до конца. До 30-ки даже я не доплываю пока что. Есть, конечно, еще на это возможность. Есть на это еще шансы. Но они уже не такие большие. Промахиваюсь. Прожимаем овердрайв. Стараемся накинуть. Но промахиваюсь еще раз. Минута 6 килов. Надо до 30. Но это уже 100% слитая катка. И здесь только могу чем я похвастаться. Это тем, что я в принципе набил неплохое количество килов. И могу сказать, что уран до сих пор является тем устройством, которое себя очень неплохо показывает. И по сути является все тем же актуальным устройством для страйкера. Но не такое сверхжесткое, какое оно было, получается, пару недель назад. Да? Пару недель назад. Но я думаю, что даже хорошо, что оно не такое жесткое. Сейчас бы вот представьте, в матч-мейтинг вы бы заходили бы. И в каждом бою было бы по, ну например, ну сколько? Ой, хороший выстрел. Ну вот, было бы по 5 страйкеров. Да? И все бы они наносили бешеный крит урон. Это было бы, наверное, очень жестко. Ну а так, практически никто не играет. Но при этом ты также можешь успешно по 30-ке килов накидывать. И... Ну единственное, что теперь только с харьком нет той актуальности. Да? И страйкер. Страйкер, страйкер, страйкер. Та пушка, которой... Ну нужен корпус более... Более, более прибыльный, наверное, да. То есть, харек, викинг. Теперь уже не те корпуса, на которых можно уранчик прям максимально эффективно реализовывать. Да? То есть, я бы, наверное, даже задумался о том, что можно в каких-то боях на вас по страйкере с ураном побахать. Да? Либо там, например, с тем же хантером. Да? То есть, где-то там поступить, подключать. Может быть, актуальнее, нежели использование на харьке и викинге. Поэтому как-то так. Вердикт мой таков, что уран до сих пор является тем самым имбовым устройством. Но ему на смену пришли альтернативные варианты, о которых мы поговорим в следующих видосах. К слову, можете написать, какое вы бы хотели стануть сначала устройство. Охотничка или же дистанционный подрыв. Но если дистанционный подрыв, то я, конечно, не буду показывать сверх жесткого уровня. Потому что у меня нет такого большого опыта. Но постараемся, по крайней мере, сделать что-то хорошее. Если вам понравился данный видос, то обязательно забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал. Ну и пишите, что вы думаете по поводу страйкера, по поводу устройств на него. И если играете на этой пушке, то что предпочитаете, с чем играете, что юзаете и как вам вообще страйкер. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.